Представители российской десантной элиты встречали на Брестском вокзале под звуки оркестра и с хлебом и солью. На земле священной цитадели псковские десантники уже не первый раз. На протяжении практической недели белорусским и российским голубым беретом предстоит отработать большой комплекс специальных мероприятий, которые, по мнению военнослужащих, должны стать серьезным экзаменом на боевую зрелость. Обмен опытом, который есть у нас, который есть со стороны российских военнослужащих. В течение 10 дней будет проведено данное учение. Я думаю, что мы добьемся положительных результатов в понимании взаимодействия при выполнении специальных задач. С 5 апреля комплекс специальных мероприятий перешел в активную фазу. Правда, основное действие скрыто от глаз обывателя. Отдельные элементы учений проходят в темное время суток для наибольшей приближенности к внештатным ситуациям. Днем ведется усиленное наблюдение на блокпостах, а также специальными группами исследуется территория потенциального противника. Всего в проведении задействовано порядка 100 единиц техники и несколько сотен военнослужащих. Мы планируем совместно отрабатывать вопросы контртеррористических операций по блокированию и уничтожению объектов контртеррористических групп. Совместный батальон сил специальных операций Республики Беларусь и парашютно-десантная рота 76-й дивизии. Учение является плановым и проводится в рамках международного военного сотрудничества. К слову, мобильная рота 38-й гвардейской отдельной мобильной бригады также принимала участие в подобных мероприятиях на полигоне в Ульяновской области, где участвовала в совместном учебном комплексе с подразделениями воздушно-десантных войск России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова